Урок третий. Связка. В позиции на диаграмме у коня черных много полей, куда он мог бы сходить. Однако он связан, потому что прикрывает собой короля от удара белой ладьи. Поэтому в этой позиции черные могут ходить только королем. Переходим к следующей позиции. Здесь конь черных тоже связан, так как он прикрывает собой ферзя от удара белого слона. Если черные сыграют конем, например, пойдут на поле d6, белые заберут ферзя. Слон бьет g8. Переходим к следующему примеру. Здесь связана черная пешка g7. Она прикрывает своего короля от удара белого слона. Белые играют. Ферзь бьет h6. Так как черная пешка не может съесть белого ферзя, черным приходится отходить королем. Король идет на поле g8. Следующим ходом ферзь бьет g7 и белые объявляют мат. Переходим к следующей диаграмме. В этой позиции связан черный слон. Он не имеет ни одного хода, так как прикрывает собой короля от удара белой ладьи. Пользуясь этим, белые играют f6, нападая на слона, который не может отойти от удара. После вынужденного хода королем на f8, белые забирают слона, gf, шах, получая решающее преимущество. Теперь рассмотрим различные виды связок. Связка слоном. Для того, чтобы сделать связку слоном, надо, чтобы фигуры противника находились на диагонали действия слона. Белые играют слон на поле e5, связывая ладью черных. Черные играют король на b7. После этого белые меняют слона на ладью. Слон бьет c7. Король бьет c7. Переходим к следующему примеру. В этой позиции связана белая ладья, которая прикрывает ферзя от удара черного слона. Если белые сходят ладьей, допустим, ладья на f2, то черные выиграют ферзя за слона. Слон бьет g2. f2, ладья бьет g2. Вернемся к исходной позиции. Если белые уберут ферзя из-под связки, допустим, ферзь на f2, то черные выиграют качество. Слон бьет f3, ферзь бьет f3. Переходим к следующему виду связки. Связки ладьей. В этой позиции белые играют. Ладья идет на поле e1. После этого хода черный слон не имеет ходов, так как вынужден прикрывать собой короля от удара ладьей. Черные убирают короля из-под связки. Король идет на поле d7. Белые забирают черного слона. Ладья бьет e4, получая решающее преимущество. Переходим к следующему примеру. В этой позиции черные пользуются тем, что белая пешка a2 связана и не может защитить поле b3. Поэтому черные объявляют конем мат в один ход. Конь на b3 мат. Переходим к следующей позиции. Здесь белый конь прикрывает своего ферзя от удара черной ладьи. Если конь отойдет, допустим, на поле f4, черные забирают ладьей беззащитного белого ферзя. Ладья бьет d1, мат. Возвратимся к исходной позиции. Если белый уводит ферзя из-под связки, допустим, ферзь на e2, то черные забирают белого коня. Ладья на h3 бьет d3. Переходим к следующему примеру. Здесь черная пешка c7 связана, так как она прикрывает собой ферзя от удара белой ладьи. Поэтому белые играют. Слон бьет d6, выигрывая коня. Если черные возьмут белого слона пешкой cd, то белые выигрывают ферзя за ладью. Ладья бьет c8 шаг. Ладья бьет c8. В любом случае белые получают решающее преимущество. Переходим к следующему виду связки. Связки ферзем. Как уже говорилось, ферзь сочетает в себе силу слона и ладьи. Поэтому он может связать фигуру противника разными способами. В позиции на диаграмме белые могут сыграть как ферзь f4, так и ферзь f2. В любом случае черный конь будет связан. Например, ферзь f4. Конь не имеет ходов, поэтому черные играют королем. Король e7. Белые забирают беззащитного черного коня. Ферзь бьет f5, получая решающее преимущество. Вернемся к исходной позиции. Допустим, белые играют ферзь на f2. Как и в предыдущем примере, они связывают черного коня и выигрывают его. Переходим к следующему примеру. Здесь белый слон на b1 связан черным ферзем и не может защитить пункт a2. Поэтому черные объявляют мат в один ход. Ладья бьет a2 мат. Переходим к следующей позиции. Здесь белый ферзь связывает ладью по диагонали. Ферзь идет на поле d5. Обратим внимание, что связать черную ладью белые могли и ходом ферзя на поле c6. Так как ладья черных не имеет ходов, черным приходится играть королем. Король h2. Белые забирают беззащитную черную ладью. Ферзь бьет e4, получая решающее преимущество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова